Ледовый каток старой части города существует с 1962 года. В этом году жители самой красивой части Тимиртау отмечают 50-летие своей ледовой площадки. Раньше его еще делали как в 1962 году. Там занимались, этим занимался Патайчук, дядя Саша. И он и сын, если кто знает, играет там. Ну, играл сейчас тренером был в СКА. Потом, когда мне самому было 15 лет, там как, менялись этапы, блин. Соответственно, моя очередь наступила, видимо, заливать каток. И вот до сих пор вот заливаем. Городские власти к 50-летию катка подготовили подарок. Был установлен новый многофункциональный корт, на котором зимой можно играть в хоккей, летом в футбол. Сегодня мы видим хороший пример, что сами жители данного округа совместно с детско-доровым клубом залили такой корт. Я думаю, что наши жители должны быть намного активней. Во многих дворах сегодня появились такие корты, но они сегодня до сих пор не залиты. Я призываю всех родителей выходить, заливать. В первую очередь, они заливают для своих детей. Чем можем, мы, естественно, будем помогать, как это и всегда делали, и будем делать. Но самое главное, что появились такие корты, выйдите, как в старые добрые времена, залейте, и дети получат, получат у детей очень большую радость. На торжественной церемонии открытия символическое вбрасывание произвел главный спортсмен Тимиртау Даурен Есимханов. А депутат городского маслехата от старой части города Иван Северский сделал подарок мальчишкам. Здесь каток был всегда. Мы просто его модернизировали, увеличили. Потому что сюда съезжают со всего города кататься, турниры проходят. Для старого города, как сказал наш Аким, пора поднимать исторический район старого города. Пора поднимать. И мы всеми силами стараемся, и депутаты, и совместно с Акиматом мы пытаемся поднимать старый город. После церемонии открытия состоялась матчевая встреча. Команда старого города принимала гостей. Сборную нового города, или по-казахски, Жанакала. Хозяева площадки вышли на лед в красных красивых свитерах московского ЦСКА. И вот матч стартовал. Старогородские хоккеисты на правах хозяев сразу ринулись в атаку. Команда, возглавляемая капитаном и тренером Александром Реймером, отлично сыграна. Быстро пасуют и переходят от обороны к нападению. Соперники сделали ставку на защиту и кинжальные контратаки. Площадка в старом городе меньше обычного корта. Ее размеры ближе к североамериканским стандартам. Передачи вдоль бортов сыграли решающую роль в этом матче. Гости одерживают победу в первой встрече. Впереди церемония открытия корта на 6-м микрорайоне. И второй матч городской суперсерии на открытых площадках. Сергей Ядрин, Евгений Ходорев, телекомпания «Сфера».